Музыка 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 дрожал и метался. Голова и руки его двигались и вздракивали. От всего тела несло жаром и спиртным запахом. Княгиня и Маруся зарыдали. Это мы виноваты его во смерти, сказала Маруся, хватая себя за голову. Мы вчера огорчили его своими упреками, и он не перенес этого. У него нежная душа. Это мы виноваты, мама. Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но что же делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Топорков не сразу отозвался на приглашение. Ждали его с замиранием сердца, с тревогой. Ждали день, ждали всю ночь, утро. Несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец, в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника, драпывая пальто. Топорков кашлям дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Прошел он через залу, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно по-генеральски скрипя сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представителен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. Лицо розовое, красивое, и даже если верить его пациенткам, очень красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно ничего не выражало, кроме сильного утомления, целодневным тяжелым трудом. Маруся пошла навстречу Топоркову, ломая перед ним руки. – Спасите его, доктор, – сказала она, поднимая на него свои большие глаза. – Умоляю вас, на вас вся надежда. Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке. – Открыть вентиляцию, – скомандовал он, войдя к больному. – Дышать чем же? – При таких условиях я лечить не стану. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. – Вы покороче, пожалуйста. Это к делу не относится. Лишние могут отсюда уйти. Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал, с сопением выслушал и констатировал неосложненную пьянственную горячку. Давший еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил фамилию Егорушки. – Князь Преклонской, – сказала княгиня. – Преклонской? – переспросил Топорков. – Как же ты скоро забыл фамилию своих бывших помещиков, – подумала княгиня. Слово «господ» княгиня не смело подумать. Фигура бывшего крепостного была слишком внушительна. В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила. – Доктор, он выздоровеет? – полагаю, – ответил холодно доктор и слегка кивнув головой пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам. По уходе доктора княгиня и Маруся впервые после суточного утомления свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду. – Как он внимателен, как мил! – сказала княгиня в душе благословляя всех докторов на свете. – Важный господин, – заметил Никифор. Старику и не снилось, что этот важный господин был никто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время лона вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь. Вечером по заходе солнца с Марусей приключился вдруг сильный озноб. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного больного двух. У Маруси он нашел воспаление легкого. День ясный, прозрачный, слегка морозный. Один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клев у галки, сидящей на самой высокой колокольне. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым румянцам, напоминающим хорошее крымское яблоко. Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна, в последний раз поджидали Топоркова и праздновали свое выздоровление. Выздоравливающие, в особенности, если они молоды, всегда очень счастливы. Фуров, протестовавших вексель, сплетни, Егорушкино поведение, бедность, все было забыто. Маруся смеялась и говорила безумно. Главной темой разговора был доктор. Удивительный человек, всемогущий человек, говорила она. По сути, Жорж, какой высокий подвиг бороться с природой и победить. Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Мама сидела возле и сияюще разделяла восторги детей. — Жаль только, что такого низкого происхождения, — сказала она, робко взглянув на дочь. И ремесло его не особенно чистое. Вечно в разной разности копается. Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло подальше от матери. В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как в первый раз, вошел важно, ни на кого не глядя. Не употреблять спиртных напитков и избегать по возможности излишеств, — обратился он к Егорушке. — Следить за печенью, пить прописанные воды. И, повернувшись к Маруси, он преподал ей несколько заключительных советов. Маруся выслушала со вниманием точно интересную сказку, глядя прямо в лицо ученому человеку. — Ну, вы, полагаю, поняли? — спросил ее Топорков. — О, да, мерси. Топорков кашлянул и взялся за шляпу. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела. Княгиня краснея подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак. — Позвольте вас поблагодарить, — сказала она. Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал 12 25-рублевок. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетками и серьгами. По лицу Топоркова пробежала светлая тучка. Рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернул к двери. Княгиня Маруся и Егорушка все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам от чеканивающему голосу и серьезному лицу. Княгине вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека. «Доктор!» – сказала она мягким старушечьим голосом. Доктор оглянулся. «Что-с?» «Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте так добры!» Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал. «Я выпью чаю. Садитесь, пожалуйста, вот сюда». Топорков положил шляпу и сел. Княгиня и Маруся засуетились. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались созвоном чайные ложки. Топорков в ожидании чая просидел минут десять, не двигая ни одним членом и не сдавая ни звука. Наконец, отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе в серебряных подстаканниках стояли два стакана, один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов стояли молочники с сырыми и топлёными сливками, сахар со щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты. «Кушайте, пожалуйста», – сказала княгиня. Егорушка взял стакан и осторожно отхлебнул. Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. «Вам, может быть, не сладко? Нет, достаточно сладко». И, как и следовало ожидать, наступило молчание, жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение. Доктор пил и молчал. «Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать, обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберётся. «Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками». Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. «Правду говорят, что курить вредно!» – собрался, наконец, сказать Егорушка. «Никотин, алкалоид табака, действует на организм, как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросы, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда и энергии его находится в обратном отношении с продолжительностью потребления». Княгиня и Маруся переглянулись. «Какой он умница! Скажите мне, доктор, – спросила Маруся, – могу я рассчитывать на полное выздоровление?» «Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление на основании, и доктор, высоко держа голову, начал толковать об исходах воспаления лёгких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса, очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочёл целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами. Однако это не помешало слушателям глядеть на учёного человека почти с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое его слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходилось каждый день видеть. «Прелестное лицо! – думала Маруся. – Какой ум и сколько знаний!» Когда доктор кончил лекцию, слушатели глубоко вздохнули. «Как хорошо всё знать! – вздохнула княгиня. Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора, села за рояль и ударила по клавишам. «Это из Шопена! – заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка. Это прелестная вещь! – она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная, моя ученица. Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пение?» Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась. Ей нужно было прочесть на лице доктора, какое впечатление произвела её игра. Доктор быстро допивал чай. «Я влюблена в это место! – сказала Маруся. «Благодарствую! – сказал доктор. – Больше не хочу!» Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила, Маруся всконфузилась и закрыла крышку рояля. «Вы уже уходите! – заговорила княгиня, сильно хмурясь. «Надеюсь, доктор, дорогу вы теперь знаете. Вечерком как-нибудь не забывайте нас!» Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошёл к своей шубе. «Лёд! Дерево! – заговорила княгиня по уходе доктора. Это ужасно! Напрасно это для него играло, Марии! Точно для чая одного остался! Выпил и ушёл! Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! – сказал Егорушка, выпивая из молочника сливки. Каков? Рационально, индиферентно, субъективно, так и сыплет шельма. Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик! И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую садилась знаменитость с большой медвежьей шубой. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было её видеть. Она рассматривала доктора. Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется для того, чтобы отравить не одну бесприютную чахоточную жизнь. В доме князей Преклонских дела становились всё хуже и хуже. Денег становилось всё меньше и меньше. Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретённые. Фуров стал ещё настойчивее, ни на какие отсрочки больше не соглашался, говорил княгине дерзости. Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слёз. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое кем? Ничтожными людишками. Маруся не была ещё пристроена. Егорушка кутил всё больше и больше. Он пропивал всё, что имел и чего не имел, своё и чужое. Изменился он очень мало. Изменилась одна только Маруся. У неё была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей вдруг стало казаться, что он такой же человек, как и все, даже ещё хуже. Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата, но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме пустой человек, дрянь человек. Рядом мелькали в её воображении лица его товарищей, тупое от горя лицо княгини и тоска сжимала бедное сердце Маруси, как пошло, бесцветно и тупо, как глупо и скучно. И в воображении Маруси торчало гвоздём одно порядочное, разумное лицо. На этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день. Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Преклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Сидел он в санях важно, так же, как в кресле, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его шубы ничего не было видно, кроме белого гладкого лба и золотых очков. Но Маруси достаточно было и этого. И какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошади, каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем и сделаться таким, как он, неприступным. Одна только Маруся помнила доктора. Остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил он о себе слишком чувствительно. На второй день Рождества, в полдень, в передний робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь. «Княгинюшка дома!» послышался из передней старушечьей голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. «Здравствуйте, княгинюшка! Ваше сиятельство, блоходейтельница! Как поживать изволите?» «Что вам угодно?» спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая, заявила, что у княгиня есть товар, а у нее у старухи купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и заинтересованный подошел. «Странно», – сказала княгиня, «сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мария, с женихом! А кто он, можно узнать?» Старуха полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узел, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка. Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее глазам. «Красавец-матушка!» – принялась свага пояснять изображение. «Богат, благородный, тверезый!» Княгиня вспыхнула и передала карточку Маруси. Та побледнела. «Странно», – сказала княгиня. «Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог. Образованный человек, и вдруг он вас послал сам? Сами? Уж больно ему понравились вы, семейство хорошее!» Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной. «Странно!» – продолжала княгиня. «Удивительно!» «Не знаю даже, что и сказать вам. Я никак не ожидала этого доктора. К чему было вам беспокоиться?» «Мог бы и сам пожаловать. Обидно даже мы. Не купцы какие-нибудь. Тип!» – промычал Егорушка с презрением. «Матушка!» – сказала Сваха. «А не, что он неблагородный, и образование всякое получил, и богатый, и роскоши всякую Господь его наделил, царица небесная!» И, взяв княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо «Шестьдесят тысяч просит!» «Известно дело, жена женой, а деньги деньгами. Сами изволите знать, я, говорит, жену не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать, чтоб свой капитал имела». Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла «Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, сказала она, обижены. Больше я вам ничего не могу сказать. Ну, что ж ты стоишь, Жорж? Пусть она уходит, всякое терпение может лопнуть!» По уходе с Вахи княгиня схватилась за голову, упала на диван и застонала. «Вот до чего мы дожили! Боже мой, какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей делает нам предложение благородное. Скажите, пожалуйста, какое благородство Сваху прислал? Нет вашего отца, он не оставил бы этого». Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Бедная Маруся, дрожа всеми членами, упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил решать вопрос. «Неужели?» Вопрос выражал ее удивление и смущение, и тайную радость, в которой почему-то стыдно было сознаться, и которую хотелось скрыть от себя самой. «Неужели?» Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой? А ведь он так статен, красив, умен. Он посвятил свою жизнь человечеству и ездит в таких роскошных санках. «Его можно любить», порешила Маруся к вечеру. «О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Я согласна!» Другие вопросы, второстепенные, ей некогда было решать. «Причем тут сваха? За что и когда он полюбил ее? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих вопросов?» Она была удивлена, поражена, счастлива. Достаточно было и этого. «Я согласна!» шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении его лицо с золотыми очками, сквозь которые глядели разумные, утомленные глаза. «Пусть приходит!» «Я согласна!» И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и с чедрую рукой рассыпала докторские фотографии. Топорков не посылал ее специально к Приклонским, он послал ее куда хочешь. К своему браку он относился безразлично, для него было решительно все одно, куда бы ни пошла сваха. Ему нужны были 60 тысяч. Дом, который он собирался купить, не уступали дешевле этой суммы. На другой день Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В 11 часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороных перед самыми окнами, но даже не поглядел на окно, около которого сидела Маруся с розовой ленточкой в волосах. Ему некогда, думала Маруся, любуясь им, в воскресенье он приедет. Но не приехал он и в воскресенье, не приехал и через месяц, и через два, через три, а Маруся ждала. Отчего же он не едет, спрашивала она себя. Отчего, скотина, бормотал Егорушка. После Пасхи в конце марта Маруся перестала ждать. Однажды Егорушка вошел к ней в спальню и злобно хохоча сообщил ей, что ее жених женился на купчихе. Честь имею поздравить, честь имеем. Это известие было слишком жестоко. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Он назло женился на этой дури, думала Маруся. О, как нехорошо мы сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству. Такие люди, как он, не забывают оскорблений. На щеках исчез здоровый румянец. Губы разучились складываться в улыбку. Задурила Маруся. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались только глупцы, тунеядцы, кутилы? Она захандрила, не обращая ни на что внимания. На плохие обстоятельства смотрела равнодушно с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Преклонских и как пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей топорков во всех своих видах. В санях, в шубе, без шубы, сидящие, важно шагающие. Вся жизнь заключалась в этом сне. Но грянул гром и слетел сон с голубых глаз. Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорение, заболела на новой квартире и умерла. Не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые облака всплошную заволакивали небо и своей неподвижностью наводили тоску. Непроходимая печаль светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, она плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему? Я иду лечиться, думала она. Княжна подошла к дому Топоркова и робко с замиранием сердца дернула за звонок. Через минуту за дверью послышали шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В дверь щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной. Доктор, дома? Мы сегодня не принимаем, завтра. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси. Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла и та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю, снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала, вы ведь знаете, барышня, доктор, меньше пяти рублей за совет не берутся, это вы знаете-с. Для чего она мне это говорит, подумала Маруся, какое нахальство. И в то же время у нее екнуло сердце, у нее в кармане было только три рубля, ну не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей. Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных, большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемной мебель, говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Людей просто и плохо одетых в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди, входили с бледными лицами серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, осчастливленные. Каждый больной Топорков занимался не более десяти минут. Маруся вошла в докторский кабинет последний. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол. Как он красив! Прежде всего, мелькнула в голове его пациентки. Топорков никогда не рисовался, но все позы, которые он принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Около руки его упиравшийся о стол валялись десяти и пяти рублевки, только что полученные от пациенток, тут же лежали в строгом порядке инструменты. Маруся затворила за собой дверь и остановилась. Топорков указал рукой на кресло, величественно покачнулся, сел на другое кресло визави и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси. Он не узнал меня, подумала Маруся, иначе бы он не молчал. Боже мой, зачем он молчит? Как мне начать? Ну-с, промычал Топорков. Кашель прошептала Маруся и как бы в подтверждение своих слов два раза кашлянула. Давно? Два месяца уже есть, по ночам больше. Угу, лихорадка? Нет, лихорадки, кажется, нет. Вы лечились, кажется, у меня. Что у вас было раньше? Воспаление лёгких. Угу, да, помню, вы, кажется, Преклонская. Да, у меня и брат тогда же был нездоров. Будете принимать этот порошок перед сном, избегать простуды? Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась. Больше ничего? Ничего. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдёт. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Наконец, она встрепенулась, прочла на его губах зевок, а в глазах ожидания, подала ему трехрублёвку и повернула в двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за нею дверь. Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась. Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Глупо как-то всё вышло. Зачем я держала эти подлые деньги в руках? Деньги – это такая щекотливая вещь. Нужно платить так, чтобы незаметно было. Ну, зачем я молчала? Он рассказал бы мне, объяснил, для чего сваха приходила. Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Зимой Маруся ещё раз пошла к Топоркову. Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный. На этот раз лицо его было сильно утомлено. Он, не глядя на Маруся, указал ей подбородком на кресло, она села. У него печально лице, подумала она, глядя на него. Он должен быть очень несчастлив со своей купчихой. Минуту просидели они молча. Кашель прошептала она. Доктор мельком взглянул на нее. Лихорадка. Да, по вечерам. Ночью потеете? Да. Разденьтесь. То есть как? Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся краснее медленно расстегнула на груди пуговки. Поскорее, пожалуйста, сказал Топорков и взял в руки молоточек. Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платья сорочку и к великому ужасу своей пациентки принялся стучать молоточком по белой и схудалой груди. Пустите руки, но не мешайте, я вас не съем, бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю. Оденьтесь, сказал Топорков и начал задавать ей вопросы, хороша ли квартира, правен ли образ жизни и так далее. Вам нужно ехать в Самару, будете там кумы спить. Я кончил, вы свободны. Маруся кое-как застегнула свои пуговки, неловко подала ему пять рублей и вышла из ученого кабинета. Она шла домой и думала не о Самаре, бог с ней с этой Самарой, он признал ее больной и теперь она может ходить к нему без церемонии, хоть каждую неделю у него в кабинете. Так хорошо, так уютно, особенно хорош диван, который стоит в глубине. На этом диване не посидеть бы с ним и поговорить о разных разностях, пожаловаться бы ему на свою жизнь. Всякая повесть имеет конец. Кончился и этот маленький роман. Наступила масленица, дни стали больше, полилось крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую вы предчувствуете весну. В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси. Я горю, Никифор, говорила Маруся, а Никифор разъедал ее раны воспоминаниями о прошлом. Голубчик, Никифор, проговорила Маруся, сжав его сухую руку. Миленький, займи мне завтра пять рублей в последний раз. Можно? Можно-с. У меня только и есть пять. Возьмитесь, а там Бог пошлет. Я отдам, голубчик, ты займи. На другой день утром Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. Пациенток на этот раз было особенно много. Вся мебель была занята. Маруся на очередь настала только, когда было четыре часа. Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожат лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле против доктора. В голове ее была какая-то пустота. Во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мелькания. Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек. «Вы ездили в Самару?» спросил ее доктор. «Почему вы не ездили?» Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. «Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте», сказал Топорков. И Маруся сквозь туман прочла на сухом серьезном лице нечто похожее на сострадание. «Не поеду», прошептала она. «Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудноваримой пищи. Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Наконец он умолк, поднялся, ожидая ее ухода. Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле. И страшно было идти домой к калерии. «Я кончил», сказал доктор, «Вы свободны». Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него. «Не гоните меня», прочел бы доктор в ее глазах, если бы он был хоть маленьким физиономистом. Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла. «Я люблю вас, доктор», прошептала она. И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее. «Я люблю вас», прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола. А доктор? Доктор покраснел первый раз за все время своей практики. Ни от одной пациентки ни разу не слыхал он таких слов и в такой форме ни от одной женщины. Миколаша послушался голос из соседней комнаты и в полуотворенной двери показались две розовых щеки его купчихи. Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Когда через десять минут он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине лицом вверх. Одна рука спускалась до полу вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Топорков красный со стучащим сердцем тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и сам того не замечая порвал ее платье. Из заборочек щелочек и закоулочков платья посыпались на диван его рецепты. его карточки визитные и фотографические. Доктор брызнул водой в ее лицо. Она открыла глаза, приподнялась на локоть. Люблю вас, простонала она, узнав доктора, и глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Что же я могу сделать? Спросил он голосом, который не узнала Маруся, мягким, почти нежным. Локоть ее подогнулся, и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него. Он стоял перед ней, в груди его стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое. Тысяча непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза с любовью и мольбой? И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка, и поморщилось гладкое лицо? Что же я могу сделать? Прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза. Ему стало стыдно этих глаз. А что, если она спросит, что ты сделал, что приобрел? Пятирублевки и десятирублевки, и ничего больше. Наука, жизнь, покой, все отдано им. Вспомнил Топорков свои семинарские идеалы, и университетские мечты, и страшной невылазной грязью. Показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, эти бра, эти трехсотрублевые часы. Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко с руками и ногами. Не лежи здесь, сказал он ей и отвернулся от дивана. И как бы в благодарность за это целый водопад льняных волос полился на его грудь, около его золотых очков заблистали чужие глаза. И что за глаза? Так и хочется дотронуться до них пальцем. Дай мне чаю прошептала она. На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее. Всю дорогу он выстукивал, выслушивал, расспрашивал, не хотел верить своим знаниям. И всеми силами старался выстукать в ее груди хоть маленькую надежду. Деньги, которые он вчера еще так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь по пути. Он все отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушке не слышались проклятые хрипы. Ему и ей так хотелось жить. Для них взошло солнце и они ожидали дня, но не спасло солнце от мрака и не цвести цветам поздней осенью. Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней. Топорков по приезде из Франции зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит Петерублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря, с женщиной глядит в сторону, в пространство. Почему-то ему страшно делается, когда он глядит в женское лицо. Егоршка жив и здоров. Он бросил калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси. И за это он позволяет Егорушке прокучивать свои Петерублевки. Егорушка очень доволен. Редактор субтитров